Здарова, народ! Друзья, я хочу заявить вам, я вас всех люблю. И это действительно правда, потому что вы подписывайтесь на мой канал, я вижу, как мой канал растет, я вижу ваши позитивные комментарии, я вижу, как вы делитесь своими новостями, что у вас все хорошо, что вы посмотрели мое видео, прокачались, стали еще сильнее, стали еще увереннее в себе, решили какую-то проблему, а кто-то записался в мою практику, прокачался в моей практике и тоже сказал мне спасибо. Вы знаете, все это меня поддерживает, все это делает так, что я чувствую чуть-чуть счастья по запаху. А, это же я пахну счастьем, потому что я люблю вас. Окей, напоминаю, что нужно подписаться на мой канал и нужно также поставить лайк и написать комментарий, например, поделиться своей какой-то мыслью, потому что сегодня будет тема, как раз этой мыслью вы поделитесь, когда посмотрите это видео. Тема называется «Как общаться в группе?». И достаточно много мне задавали вопрос по этой теме, как общаться в группе, как не быть серой мышью в группе, как стать активным в группе. И вот на это все я буду отвечать. Но я не просто буду отвечать, какая-то теория, знаете, это заумная теория, которую говорят другие разные авторы YouTube-каналов. Никакой теории, только конкретника, только шаги. И в буквальном смысле слова вы будете записывать каждый пункт, пункт 1, пункт 2, пункт 3, которые я сейчас вам буду давать. Все, поехали, вы оказались в группе. Что делать? Куча людей, может быть 5 человек, может быть 10, неважно. Главное, что эти люди между собой общаются. Но группа слишком большая, скорее всего, такое не получится, потому что если это группой, ну, допустим, 50 человек, это уже будут подгруппы. И вы будете находиться в подгруппе. И как в этой подгруппе влиться, да, как в эту группу влиться и начать там взаимодействовать? Важный нюанс. Эти рекомендации подходят, как только если группа начинает общение. И если вы в группе новенький, а группа уже давно общается, не имеет значения. Все это работает там и там. Окей, вы взяли ручки и бумажки. Михаил, Марина, Алевтина, Альфред. Ты взял ручку и бумажку? Окей, записываем. Шаг 1 означает, что вы должны улыбнуться. Или можно по-другому назвать этот шаг. Легкая улыбка. Легкая улыбка означает, что вы не как олигофрен, который постоянно улыбается. Это будет криповато, это будет страшновато. Но если вы легкую улыбку создадите, а желательно ваши глаза в том числе. Легкая улыбка периодично, не нужно, постоянно улыбнули здесь. Не нужно хихикать, не нужно хохотать над какой-то шуткой. Может быть там, конечно, была какая-то интересная шутка, но не нужно слишком показывать, что вы... Ахахаха, какая классная шутка. Это все выглядит искусственно. Нам не нужна эта искусственность. Легкая улыбка. Всего лишь. Да, легкая улыбка. Как ее натренировать перед зеркалом дома? Посмотрите на себя. Приподнимите чуть-чуть уголки губ. Да, и глаза ваши немножко улыбаются. Да, вот это состояние. Посмотрите в зеркало. Увидели себя? Вам нравится такая легкая улыбка? Вам нравятся такие улыбающиеся глаза? Нравится? Окей, оставьте это. Отвернитесь от зеркала и сделайте то же самое без зеркала. Потом посмотрите в зеркало и посмотрите, это то же самое, что было без зеркала? Или все-таки что-то нужно бедоизменить? Тренируйте легкую улыбку, она вам пригодится. Кто-то скажет, Дима, это все искусственно. Я очкарик и знаю, что это все искусственно. Должно быть естественно. Если я не хочу улыбаться, я не буду улыбаться. Поэтому я буду сидеть с лицом лопатой. Нет, ребят, легкая улыбка и ваши легкие улыбающиеся глаза подразумевают, что ваше настроение постепенно начнет улучшаться. То есть вы в этой группе может быть напряжены. И вы считаете, что это естественно? Это не естественно. Но когда вы включите у себя легкую улыбку, располагающую естественно, а и ваши глаза тоже будут немножко улыбаться, вы поменяете свое состояние и вы будете открыты этой группе. Это естественно, ребят. Окей, пункт 2. Запишите. Альфред, запиши. Пункт 2. Название называется. Кивайте. Все просто, да? То есть человек что-то говорит, и ваша задача легко кивнуть. Не нужно кивать. Ага. Нужно кивнуть. Легко. Легко. При этом легкая улыбка. Ваши глазики. Что-то кто-то человек говорит, если он повернулся к вам и говорит что-то вам, в том числе, кивните. Просто кивните. Даже если он на вас не смотрит, все равно кивните. Не нужно это делать постоянно. Периодично. Периодично. И тогда вы больше располагаете себе этого человека. Если легко, немножко киваете. Кивнули один раз, кивнули второй. Периодично. Посмотрел кто-то на вас. Кивните. Это очень хорошо работает. Но именно в тот момент нужно кивать, когда человек в группе что-то говорит. Записали. Молодцы. Опять кто-то скажет, Дима, это тоже неестественно, потому что кивать постоянно, это ненормально. Нет, 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 ребята. Это естественно. Если вы посмотрите на людей, когда группа между собой общается, периодично кто-то кивает. Знаете почему? Потому что это естественно. А вот как раз неестественно не поддерживать общение с помощью вашего положения тела и с помощью ваших движений тела. Продолжаем. Третий пункт. Очень важно. Третий пункт. Записывайте. Михаил, я знаю, что ты отличник, но ты все равно должен это записать. Третий пункт называется. Смотрите внимательно на того, кто говорит в группе. Смотрите на него. Легкая улыбка. Глазки ваши тоже улыбаются. Вы же киваете. И вы смотрите ему в глаза. Смотрите ему в глаза. И самое главное. Не нужно пристально смотреть ему в глаза. Да-да, не моргать и смотреть только на него. Нет-нет-нет. Вы иногда можете отвлечься. Можете посмотреть на другого человека в группе. Но тот, кто говорит, вы больше уделяете ему внимания. Вы запомнили? Следующий пункт называется. Слушайте. То есть не должно быть такое. Так, Дима мне сказал улыбаться. Готово. Глазками улыбаться готово. Он сказал, нужно немножко кивать. Иногда кивать. Я делаю. Я смотрю в глаза. А в этот момент думаю о том, купил ли я хлеб в магазине. Мне еще молоко надо. Еще дети не кормлены. Да? Нет-нет. Ребята, так это не получится. Вам придется слушать. Если вы обращаете внимание на того, кто говорит, вы внимательно на него смотрите. Иногда киваете. Вы в этот момент также слушаете этого человека очень внимательно. И это не просто так. Это важно. Потому что потом, в следующем пункте, вы будете кое-что делать, когда вы этого человека послушали. Окей. А если, например, кто-то мне задаст вопрос. А если людей в группе несколько, и они периодично говорят. То есть, один сказал, другой сказал, что это получается, что мне нужно вот так делать постоянно. Вот так что ли? Да. Да. Но только вы это не делайте вот так. Потому что они действительно могут очень быстро говорить. Они играют в пинг-понг во время общения. Один закинул тему, другой закинул тему. Ваша задача посмотреть на того. Если тот быстрее сказал, ничего страшного. Замедлитесь и посмотрите на второго. Сказал третий. Ну окей, хорошо, вернитесь туда. А можете смотреть сначала на него. А кто-то уже там сказал, вы пропускаете этого человека. А вот третьего вы уже на него обращаете внимание. Так можно делать. Не спеша. Вам некуда спешить. Все вы делаете правильно. Просто напомните себе, вы все равно все делаете правильно. Потому что кто вам это сказал? Батька Дима вам сказал. Следующий пункт записываем. Следующий пункт. Убирайте закрытые позы. И понятно, что даже добавляем лицо лопатой. Закрытые позы и лицо лопатой не вздумайте в группе применять. Если вы хотите отсоединиться от группы, все правильно, делайте закрытые позы. Но если вы хотите группу влиться, если вы хотите стать одним из них, никаких закрытых поз. Никаких закрытых поз. Никаких закрытых поз. никаких закрытых поз никаких закрытых поз ничем нигде не должно быть ничего не должно быть никакой закрытой позы и лицо лопаты тоже уберите это не нормальное неестественное лицо вы уже помните легко убрать лицо лопаты достаточно включить легкую улыбку и последний пункт который вы тоже записываете это в тот момент когда один человек что-то сказал вы же слушайте очень внимательно да все внимание на этот человек потом может быть второе что-то сказал а может быть один только говорит вы в этот момент вставляете какую-то свою фразу то есть не молчите следующая рекомендация называется вставить свою фразу добавить что-то от себя то есть вам в группе молчать нельзя можно периодично молчать это нормально но постоянно в группе молчать нельзя поэтому вы будете вставлять фразы а чтобы вставить фразу правильно нужно что слушать никаких закрытых поз а если вы открытые позы Включайте, следовательно, вы сможете начать общаться с вашими одногруппниками. Но не важно, что это может быть в университете, в школе, на работе, или просто какие-то друзья, знакомые, какая-то тусовка новая, не важно. Просто применяйте это. Сказал Колян что-то, сказал Васян что-то, сказала Марина что-то, и вы такие, оп, вот здесь я знаю, что добавить. И вы говорите что-то от себя. Важный нюанс, очень важный, чуть громче. То есть, потому что бывает такое, что голос зажат, и вы такие, а вас никто не услышал, вы просто промямили, и никто не услышал. А что, а что вы сказали? Непонятно. И вы такие, ой, я промямил, теперь вообще ничего говорить не буду, все, какая неловкая пауза. Я лучше просто зажмусь и буду сидеть теперь вот так и покачиваться, как маньяк. Нет, ребята, тихо сказали, вас не услышали? У вас есть шанс еще, потому что вы слушаете, да. И вы в следующий раз эту фразу все-таки, или другую какую-то фразу, или другую тему вы уже скажете чуть громче. Чуть громче, не бойтесь, потому что они все говорят громко, и вы говорите громко, и все будет хорошо. Кто-то скажет, окей, Дима, я это делать могу, но когда я вставляю эти фразы, меня все равно как будто бы не замечают. Это что такое? Это говорит о том, что вы только вливаетесь в группу, делайте все пункты, которые я вам сказал, также вставляйте фразы, внимательно слушайте, будьте открытыми, все пункты делайте, все пункты обязательно выучите и делайте, и тогда в какой-то момент вас заметят. Но опять же, хотите еще круче, чтобы вас замечали, у меня есть рекомендация, как стать лидером, есть на моем канале, это видео вы можете посмотреть. То есть там можно некоторые предложения делать в группу, свои идеи какие-то озвучивать, чтобы что-то вместе сделать, все это уже есть на моем канале, как стать лидером. Посмотрите. Друзья, это очень важное видео, я хотел бы, чтобы вы действительно получили от этого пользу. И я хочу также, чтобы вы порекомендовали это видео своим друзьям, близким, родным или своим каким-то людям, у которых есть проблемы с общением в группе в том числе. Я хочу, чтобы моя информация распространялась в большом количестве, и чтобы людям эта информация помогала. Поэтому рекомендуйте меня другим, и пусть другие рекомендуют другим, и мы сделаем этот мир чуточку лучше. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой паблик, смотрите мой телеграм-канал, смотрите, что у меня происходит вконтакте, моей личной странице, фейсбук, может быть, вы тоже заглянете, напишите какой-нибудь комментарий, и поставьте лайк, 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 и еще раз лайк, если была бы возможность, конечно, можно поставить несколько лайков. И всего вам хорошего. Как минимум 10 миллионов долларов я желаю каждому из вас, кто посмотрел это видео, и пока-пока. Подождите еще раз, я годами тренировался это делать. Ра-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Продолжение следует...